Один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа, Бога твою, всем сердцем твоим, и всей душею твою, и всей крепостью твою, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив едва живым. По случаю, один священник шел тою дорогу и, видев его, прошел мимо. Так же и левит, бык, на том месте подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, если и сдержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думая, что был ближний попавшимся разбойником?» Он сказал, «Оказавши ему милость, тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай, так же...» «О Тебе, Господи, слава Тебе!» Евангелие от Луки, 19 глава, 41-42 стих «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя в сей день, увидел, что служит к миру Твоему, но это сокрыто ныне от глаз Твоих». Эти слова сказаны были Христом при въезде в Иерусалим, верное воскресенье. Многие знают этот день, вербочки надо купить, святые мертвые бумажные в церковь будут заносить, вопреки всякой духовности.